Дрэчник крок по кроку. Пожим А1. Лекция 10. Десятый урок. И сегодня мы с вами изучим новый падеж ДОПЭОНЯЧ. Родительный падеж. Для начала прочтём диалог. Чэнщь Б. А может, рурка с кремом? А может, трубочка с кремом? Мам охоты на цоч сводкегу. Я хочу чего-то сладенького. Анджела, мажь час? Анджела, у тебя есть время? Идемы до кавярни. Идём в кафе. На цоч сводкегу? Ясне. На что-то сладенькое? Конечно. Але ест малый проблем. Не знам добрый кавярни. Но есть маленькая проблема. Я не знаю хорошего кафе. Добра кавярня. А может, клуб? Пауза на улице Флорьянске. То добрый месяц. Робьём там бардзо добрые дриньки. И хм, хорошее кафе. А может, клуб? Пауза на улице Флорьянске. Это хорошее место. Делает там очень хорошие дриньки. Анджела, я не хочу пить ані пива, ані вудки, ані вина, жаднэго дринка. Не хцэ тэш кавы, хербаты, компоту, чы млека. Хчао бым тылько зўеўць цось сводкего. Якісь добрый десер. Альбо хочеш рурке з кремам, гофра, чы цось. Анджела, я не хочу пить ни пива, ни водки, ни вина, никакого алкогольного напитка. Не хочу так же кофе, чая, компота или молока. Я хотела бы только съесть что-то сладкого. Какой-то хороший десерт или хотя бы трубочку с кремом, вафельку или что-то в этом роде. Ой, мамі, не злоўче, ой, мамі, не злісь. Южвем, я уже знаю, на рынку ёст кавярня, называща хыба пияльна чоколады. Я уже знаю, на главной рыночной площаді ёст кафе, называўца вроде шоколадница. То добже бжмі, это хорошо звучит. Так, там ёст всыстку, десери і чоколады до піча і до ёценя. Да, там есть всё. Десерты і шоколад для піча і до ёды. То есть питьевой шоколад і который можно кушать. І обратите внимание, у нас єсть в диалогі «не знам», «не хце» такие глаголы с отрицанием і выделены после этих глаголов с отрицанием слова, которые стоят в родительном падеже, в допеўнячу. И видим окончание «не знам добрый кавярни», «добра кавярня», «не знам добрый кавярни», «не знаю хорошего кафе», «не хце», «пива», «вудки», «вина», «жаднэ гудринка», «кавы», «хэрбаты», «компоту млека». То есть я не хочу ни кофе, ни чая, ни компота, ни молока. Итак, мы с вами видим табличку с окончаниями родительного падежа. Допеўняч – личбе поедыньший, родительный падеж – единственного числа, и допеўняч – отповяды на питание кого, чего. Родительный падеж отвечает на вопрос кого, чего. В табличке, как всегда, у нас есть родзе менский мужской род, женский род, родзе женский, и родзе ньяки средний род. Также у нас желтым выделено окончание прилагательных, красным выделено окончание существительных, и внизу всегда есть примеры. Начнем со среднего рода. Прилагательные имеют окончание «эго», так же, как и в мужском роде «эго», «эго» совпадают окончания. Существительные имеют окончание «а», в мужском роде одушевленном, Также окончание «а» в «неодушевлённом» могут быть «а», «у». Например, «Чеплое пиво не люби чеплое пиво». «Я не люблю тёплого пива». Видите, созвучно немножко с русским языком у нас «ого а». В польском языке «эго а». Мужской род, «одушевлённый». «Не мам старшего брата». «Старший брат», «Не имею старшего брата». Здесь так же, как в русском языке. «Старший брат», «Не мам кого старшего брата». «Не мам молодего таты». «У меня нет молодого папы». Слово «тата» – слово мужского рода. Но так как имеет окончание «а» женского рода, то изменяет по правилам женского рода. Но прилагательно изменяем по правилам мужского рода. «У меня нет молодого папы». Всё, как в русском языке. «Неодушевлённые» – смотрим мужской род. И рассмотрим женский рот. У прилагательных окончания «эй», у существительных «ы», «и». Так некрасиво, конечно, чтобы было похоже с окончаниями. Я не люблю холодного супа. Видите, тоже созвучно в русском языке «ой», в польском «эй». И обратите внимание, что «допэлнедж», он такой грустный, негативный, он всё отрицает, он не любит, не хочет, не имеет, не знает и так далее. Помним, что Берник у нас был позитивный и положительный, он всё любил, знал, хотел, имел. Допэлнедж полностью противоположен ему, то есть он отрицает всё. И давайте пойдём к упражнениям. Упражнение номер один сейчас сделаем, но перед этим рассмотрим примеры. Негация, отрицание. Рассмотрим в двух падежах Берник и Допэлнедж. Винительный падеж и родительный падеж. Винительный падеж у нас плюсик, положительный, всё любит, знает, хочет, имеет. Допэлнедж у нас с минусиком, отрицает всё, не любит, не хочет, не знает, не имеет, не умеет и так далее. Итак, читаем примеры. Любя белой кавы. Женский род. Я люблю белый кофе. С молоком имеется в виду. Если же я не люблю, у нас меняется падеж и, соответственно, меняются окончания. НЕ ЛЮБЯ БЯЛЫЙ КАВЫ. ЛЮБЯ ЦО? Не любит ЧЕГО. БЕЛОГО КОФЕМ ГРОД. Мужской род. ЛЮБЯ ЖИМНЫЙ СОК. Я люблю холодный сок. НЕ ЛЮБЯ ЧЕГО? НЕ ЛЮБЯ ЖИМНЭГО СОКУ. Я НЕ ЛЮБЯ ХАЛОДНОГО СОКА. И средний род. ЛЮБЯ ЧЕРВОНЫЕ ВИНО. Я люблю красное вино. НЕ ЛЮБЯ ЧЕГО? ЧЕРВОНЕГО ВИНО. не люблю красного вина. И смотрите, упражнение 1. Нам надо сказать, что они любят и чего они не любят. Что любит Кароль, и чего он не любит, и что любит Каролина, и чего она не любит. Здесь у нас написаны какие-то продукты, блюда. Нам нужно поставить правильный падеж. Люблю, значит, используем перник. Не люблю, значит, используем допелнидж. Допелнидж смотрим в табличку-подсказочку. Итак, начнем с Кароля. Кароль люби, и почитаем, чего же он любит. Кароль люби соки. Множественное число у нас так остается. Люби масло, люби пицце. Мы помним, что в Бернике в основном у нас меняется окончание в женском роде. Люби пицце, люби йогурт, люби овоцы, люби яечнице. Также делаем с огоньки. Спагетти, люби плацки земнячаны, люби барш червоны и люби голомки. Видим, что у нас мужской, средний род и множественное число остается без изменений. Меняем окончание в женском роде. Чего Кароль не люби? Кароль не люби. И здесь у нас уже окончание нужно ставить в зависимости от рода. Паштету. Чемнегу хлеба. Чемнегу. Смотрим сюда хлеба. Желёной хербаты. Желёной женский род хербаты. Воды минеральной негазованной. Опять же женский род. Воды минеральной негазованной. Петрушки. Потому что после КГ в женском роде идёт окончание и. Не люби тоже готованной мархевки. Готованной мархевки. Тофу. Вудки. Зупы млечной. Зупы млечной. Переходим к Каролине. Каролина люби. Раз любит, значит используем бирник. Люби каве. Люби чарном хербате. Чарном хербате. Желоном хербате. Люби воды минеральном негазованном. Маргарыне. Вензоном рыбе. То есть у нас прилагательные в женском роде имеют окончание а с огонким в бернику. А существительные э с огонким. Теж Каролина люби. Бялый и жёлтый сер. Мужской род у нас без изменений остаётся. Люби бигоз. Люби макарон. Чего Каролина не люби. Она не любит. Пива. Смотрим. Средний род. Окончание а. Пива. Вудки. Женский род. Масла. Средний род смотрим. Тустого млека. Жирного молока. Тустого млека. Ясного хлеба. Зупы огурковой. Тустой келбасы. Пустой келбасы. Смажонегу менса. Смажонегу менса. Сули. Суль – соль женского рода. Не люби сули. Переходим с вами дальше. И выполним упражнение номер два. Здесь нам нужно переделать из берника в доп. из винительного падежа в родительный падеж. У нас здесь есть предложение. Кто что любит, имеет, знает. В положительном таком ключе написано. И нам нужно сделать отрицание. Рассмотрим пример. Любя бялом чоколады. Я люблю белый шоколад. Надо сказать «не люблю». Бяла чоколада. Родзай женский. Венс. Что делаем? Делаем окончание женского рода. Ставим. Смотрим в табличку подсказочку. Не любя чего. Бялый чоколады. Я не люблю белого шоколада. Ем пышный обед. Пышный обед родзай мэнский. Недушобленный мужской род у нас. Я ем вкусный обед. Не ем чего. Пышного обеду. Вкусного обеда я не ем. Пије червоне вино. Средний род. Смотрим. Не пије червоне го вина. Любя зупы помидоровом. Не любя зупы помидоровой. Зупа помидорова тороты женский. Мам зелёного банана. И не мам зелёного банана. То есть у меня есть зелёный банан и у меня нет зелёного банана. Здесь окончания совпадают. Потому что мы помним, есть исключение в бернике, в винительном падеже. Помните, мы говорили мам банана, ем помидора. То есть название овощей и фруктов в бернике – это исключение. И также они имеют окончание а. Поэтому здесь у нас совпадает. Дальше. Знам добрум лекторке хишпанскего. Я знаю хорошую учительницу испанского. И не знам кого доброй лекторке хишпанскего. Мам новый самоход. Не мам новего самохода. У меня есть новую авторию, у меня нет нового автомобиля. Мам новом кщенске. Новокщенске. Роды женские. Не мам новой кщеншки. Любят тегу профессора. Не любят тегу профессора. Я люблю этого профессора, не люблю этого профессора. Мужской род, одушевлённый в бернике и в допылниче, в родителям в винительном падежах, совпадают. Мы даже видим, вот у нас в табличке написано «равно берник». Совпадают, поэтому одинаково. Знам тэ студентка, не знам тэй студентки. Я знаю эту студентку, не знаю этой студентки. Почему здесь тэ, а не том, мы разберём с вами чуть позже. Как мы уже знаем, что местоимения принимают окончания прилагательные, когда мы изменяем по падежам. Вот увидим, не знам тэй студентки. Та студентка, не знам тэй студентки. Помним, что в бернике, в винительном падеже, у нас идёт ом-эм, окончание в женском роде. Но это исключение, местоимения та, изменяется как тэ в бернику. Мы с вами об этом позже поговорим и рассмотрим, например. Знам добрего дэнтыста, не знам добрего дэнтыста. Добрый дэнтыста мужского рода, но имеет окончание а, как в женском роде, поэтому в бернику, в винительном падеже мы изменяем его по правилам женского рода. Знам добрего дэнтыста, не знам добрего дэнтыста. Продолжаем изучать меню. Помним, что наша компания пришла в меню, в кафе, в ресторан, и им подали меню. Мы уже помним, что у нас были основные блюда. И дальше почитаем ещё немножко, что может быть в меню. Напои горонце, могут быть горячие напитки. Напои жимны, холодные напитки. Десеры, десерты могут быть. Часто и частка, то есть пироги и пирожные. Коктейли овоцовые, коктейли фруктовые. И переходим к следующей части. Нарэшче выкенд. Наконец, выходные. Прочтём диалог. Мами, идёшь с нами дичьей до пабу? Мами, ты идёшь с нами сегодня в паб? С нами, то значит с ким? С нами, это значит с кем? За мном, с Анжелом, с Томом. За мной, с Анжелой, с Томом. А увы, то с ним? А увы, что с ним? Не вим. Чекам ешче на эсэмэса. То як, идёшь? Не знаю, жду ещё эсэмэс. Ну то как, идёшь? С тобом Хавьер в шэньде. То значит с вами в шэньде. С тобой Хавьер везде. Ну это значит с вами везде. И мы здесь видим, что у нас сплошной творительный падеж с кем? Чем? С кем? С чем? С нами, со мной, с Анжелой, с Томом, с увы, с тобой. И мы сейчас посмотрим с вами, какие могут быть личные местоимения в творительном падеже, в нажинднику. Читаем сначала просто местоимение в майоноднику, в именительном падеже, а потом в творительном. Я зэмном, ты с тобом, то есть я со мной, ты с тобой, он с ним, он с ним, она с ней, оно с ним, совпадает как в мужском роде. Мы с нами, вы с вами, похоже на русский язык, мы с нами, вы с вами, они, он с ними, они с ними. И давайте выполним упражнение, где нужно раскрыть скобки и местоимение поставить в творительный падеж. Правильную форму можно пока подсматривать в табличку. Любя з, в скобочках написано ты, значит, с тобом розмавичь. Любя с тобом розмавичь. Я люблю с тобой разговаривать. Идеш зэ мном до кина. Видим, в скобках я, смотрим подсказочку зэ мном. Идеш зэ мном до кина, идёшь со мной в кино. Но вы, значит, будь с вами. Дише я не иду с вами на импрезы, я стэм хора. Я сьогодня не иду с вами на вечеринку, я больна. Онэ, смотрим, будет з ними. Марья и Марта, то моё колежанки. Учащи з ними до тесту. Марья и Марта, мои коллеги, я учусь с ними, готовлюсь с ними к тесту. Я ст бардзо симпатычны и интеллигентны. Любя з ним спэнзач час. Адам очень симпатичны и умны. Я люблю с ним проводить время. Дальше у нас она, смотрим, з нём. Ада зна цауи краку. Дише иде з нём зведзач място. Ада знает весь краков. Я иду с ней сегодня изучать этот город. Она, працуя с нами, два лата. Она работает с нами два года. Адам и Пётрик, то мои колледзи. Ходзе с ними до школы. Адам и Пётрик, это мои одногруппники, одноклассники, коллеги. Я хожу с ними в школу. Повторение, повторение. Здесь у нас есть кшыжувка, кроссфорд. И давайте попробуем его разгадать. Традиционная польская потрава с капусты, то бигоз, очвища. Традиционное польское блюдо с капусты, это бигоз. Сок из овоцов, робёный в дому. То компот. Такой сок в скобочках, видим, который делаем из фруктов дома. Что может быть у нас жемнячаны? Плацки. Плацки и жемнячаны, то есть дранички, такие оладки из картофеля. Зубок, ту рома, червоный колор, то барщ, это борщ. Польский кускус, то каша. Такой польский кускус, это каша, конечно же. Робёны соус монки, яйка и млека. Что делается из муки, яйца и молока? Налечники. Так, блинчики. Могум бычь с капустом и гжибами, менцем и русски. То пироги. Варенички. Робёны с капусты, рыжу и менца. Что мы делаем с капустой и риса? Голомбки, голубцы. Котлет, яки, может быть, с хабовы. Переводится это как отбивная. Итак, домашнее задание. Запомнить местоимение, личное местоимение в творительном падеже. Почитать примеры вслух обязательно. Прочитать диалогик, коротенький вслух, также обязательно. Посмотреть меню, что у нас может быть в напитках, десертах. Также читаем примеры. Берник и допелнер у нас здесь есть. Читаем вслух. Что любит и чего не любит Карель и Каролина? Попробуйте ещё раз делать самостоятельно. Можно подглядывать. Запоминаем окончание в родительном падеже единственного числа. И прочитать, пожалуйста, вслух ещё раз диалог. Если есть незнакомые слова, их выписывайте, пожалуйста. И напомню, что под видео, в комментариях, я также пишу всегда словарик. Продолжение следует...